Всем большой привет! Сегодня я встречаю вас с очень интересной, на мой взгляд, темой, которая называется «Интернациональная семья». Совсем недавно я попросила вас на своем инстаграме задать мне некоторые вопросы, которые вас интересуются, что касается интернациональной семьи. Так как мне хочется ответить на максимальное количество ваших вопросов, давайте сразу перейдем к делу. И первый вопрос – как вы познакомились? На моем канале, одной из самых первых видео о моем переезде, есть наша история знакомства, вы можете пройти по ссылке. Но если вкратце, если это первое видео, которое вы смотрите вместе со мной, меня зовут Ольга Рохас, я из России, мой муж из Перу, мы познакомились в городе Нью-Йорке, я сюда приезжала по программе Work and Travel несколько лет подряд, и я работала в ресторане мужа, там мы познакомились, собственно говоря, и там же начался наш роман. Поэтому, в принципе, такая типичная история, мне кажется, таких историй мне очень часто пишут на Инстаграме, что так случилось, и мне кажется, да, это жизнь, так случается, это вполне нормально. Вот, и в принципе, когда я закончила свой университет, я переехала из России в США к своему мужу, и вот мы уже здесь благополучно живем, будет в этом году 5 лет. Ну, а вообще, мы вместе с мужем уже с 2011 года, то есть, там, считайте сами, когда вы смотрите видео, если 2018, то, соответственно, 7 лет. Следующий вопрос. Как изначально относился к тебе муж? Я имею в виду в момент знакомства. Сразу ли вы поняли, что это серьезно? Ну, конечно, я думаю, что муж сразу понял, что со мной, как бы, шутки шутить не стоит, то есть, я не отношусь к тем девушкам, которые готовы на игры, вот, поэтому он, в принципе, все сразу понял и даже никогда меня не воспринимал, когда, как такую игру. Оль, какой уровень английского был у каждого из вас, когда вы начали встречаться? У меня был уровень выше среднего, у моего мужа был ниже среднего немножко, вот, я потому что училась на факультете иностранных языков, поэтому я уже, в принципе, приехала в Америку говорящая, но не скажу, что там суперговорящая, безусловно, мне много чему надо было еще научиться, и я по сей день учусь, поэтому, но нам вполне хватало для общения нашего уровня языка. Конечно, в какие-то минуты хотелось расслабиться, поговорить на русском, но вы знаете, когда ты настолько заинтересован, когда ты влюблен, то тебе все равно, на каком языке изъясняться, и даже я бы хотела сказать, что в какой-то момент нам это в жизни, ну, вот, на сегодняшний день могу сказать, что это нам очень помогает. Это, кстати, другой вопрос. Оля, были ли какие-то недопонимания? Например, ты мужу говори, вы говорите мужу одно, а подразумевается другое. Как вы выходили из этой ситуации, очень интересно, ведь иногда на родном языке люди не понимают друг друга. Да, вот с языками, конечно, такая интересная ситуация. Мы с мужем изначально себя друг друга хорошо понимали, и мне кажется, любовь, как бы это ни романтично не звучало, она, конечно, очень сильно помогает, особенно в первости, как бы у тебя такое вот вдохновение, ты не видишь недостатков, то есть, в принципе, тебе кажется, да мы будем говорить на этом языке, здорово будет. Конечно, со временем были такие моменты, когда тебе хочется просто говорить на своем языке, расслабиться, особенно вечером после работы, устал, себя неважно чувствуешь. Вот, конечно, были какие-то такие моменты, но, честно сказать, они ушли, потому что у нас просто нет привычки друг с другом общаться на этом языке, поэтому как-то мы не связываем эту ситуацию, общение, что я могу вот расслабиться сейчас. То, что расслабиться, я даже не напрягаюсь уже, безусловно, чтобы говорить, если бы я жила напряженно, у нас бы не было бы, да, счастливой семейной жизни. Но, как мне кажется, допустим, есть очень много плюсов, что мы говорим, тогда особенно говорили не на родном языке, потому что иногда какие-то ссоры, они просто стирались, потому что ты хочешь иногда что-нибудь вот такое, знаете, вот сказать, вот кольнуть так человека, ну вы понимаете, бывают такие у всех ситуации, или какая-то вот, что-то вот так вот и хочется ударить каким-то словом. Я, как человек очень болтливый, это, возможно, мне даже хочется в два раза больше, чем моему мужу, и я еще и представительница женского пола. Вот, но в целом получается, что ситуация съедается. Ты не можешь иногда вот на английском правильно подобрать то самое слово, потому что ты, безусловно, не чувствуешь настолько язык, как свой родной, ты бы чувствовал. Поэтому какие-то ситуации, или мы начинаем что-то, я помню, по первости, начинаешь заводиться, 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 да, а потом просто пум-пум-пум, и знаете, как такой раз, и мотор заглох. Вот, и потом просто начинается хохот. Тогда раньше мы говорили на английском языке, сейчас мы уже переключились на испанский, когда мы оба говорили на английском языке между собой, то, в принципе, наши ссоры все заканчивались хохотом. Что касается сейчас, мы говорим на испанском, безусловно, муж доминирует, потому что, понятно, он может выразиться гораздо качественнее, скажем так, на своем языке, но я, в принципе, ему даю дорогу, потому что знаю, какая я болтуша, и я, в принципе, уже могу выкрутиться и как-то сказать, и меня это, честно сказать, не напрягает. Тоже, может быть, что касается в силу возраста своего, в силу эмоциональности, в силу болтливости, в принципе, меня не угнетает тот факт, что мы говорим, я не говорю на русском ежедневно в своей семье. Следующий вопрос, что для тебя было самым неожиданным, что ты узнала о культуре мужа, например, в быту, в еде или в каких-то традициях, а вообще очень интересная тема для видео. Буду ждать. Спасибо большое за вопрос. Что было интересным и неожиданным? Да, это нелегко сказать. Конечно, есть какие-то моменты, которые не совпадают. Например, мне до сих пор тяжело понять, в каком временном пространстве живут латиноамериканцы, в частности, перуанцы, потому что их вот это попозже, то, что мы опаздываем или приедем вовремя, сделаем завтра, вот вообще все эти временные рамки с перуанцами, с латиноамериканцами лучше обсуждать конкретно по минутам, потому что мы все-таки привыкли к дисциплине, ну, во всяком случае, я в своей семье, где у мамы, с папы, привыкла к дисциплине, поэтому, когда я начала встречаться и потом уже жить с Чамару и с его семьей, то мне очень часто было непонятно, во сколько, к примеру, приедет их семья, что будет потом. То есть, к этому моменту мне действительно понадобилось время привыкнуть, но на самом деле я и научилась из этого извлекать плюсы, потому что я стала сама более расслабленная, то есть у меня нет какой-то вот такой, знаете, дрожи, вот сейчас к двум все придут, то есть я знаю, что все будут потихоньку подтягиваться, нет какого-то вот сложности, что вот надо какое-то, вот знаете, все в один момент пришли, то есть и как-то даже мне, честно сказать, больше даже так нравится, что ли, я более себя чувствую расслабленной в такой ситуации, нежели когда я жила в России и все было четко, дисциплина, нужно время готовиться. В общем, я, пожалуй, сознательно выберу эти временные рамки у перуанцев. Следующий вопрос. Интересно, что он вообще думает о русских, ну я так понимаю, муж, и мог ли он себе представить, что его жена будет именно русской? Муж, конечно же, никогда не представлял, что у него будет русская жена вообще, вот вообще, то есть абсолютно. Он на самом деле жил очень счастливой жизнью в Перу и достаточно, то есть он уже становление личности, он уже приехал в США, когда ему было за 30, то есть он уже становление личности у него прошло в его стране, поэтому он до последнего, но семья его жила здесь в США, поэтому он как бы знал, что он когда-то приедет в США, но то, что он вот найдет еще тем более в США русскую жену себе, вообще он никогда, кстати, не хотел, не планировал жениться, но в этом я чуть попозже расскажу, вот, и, конечно, он нет. Если ответить кратко, то да, он никогда не думал, что его жена будет русской. А по поводу первой части вопроса, интересно, что он вообще думает о русских, конечно, это такой очень большой вопрос, на него можно делать отдельное видео, если можно спросить Шамару, я, кстати, недавно у него спросила, не хочешь ли ты мне дать интервью, он пока, так скажем, немножко сомневается, поэтому, если вы хотите, пишите комментарии, ставьте нам лайки, таким образом он поймет, что это, он должен это сделать. Вот, интересно, что он вообще думает о русских, ну, безусловно, он любит русских, потому что он выбрал себе жену, то есть он согласился с нашей культурой, поэтому я думаю, что очевидно и логично, что он принимает эту культуру, принимает эту страну, и, то есть у него дочь наполовину русская, то есть, безусловно, его отношение хорошее к русскому. Следующий вопрос, кто готовит дома, и какие блюда из ваших национальных кухонь самые любимые? Ну, готовим, надо сказать, мы оба, потому что мой муж по одному из образований, он шеф-повар, вот, так что он может какие-то изыски готовить. На ежедневных таких основаниях именно готовлю я, потому что я готовлю более здоровую пищу, муж как бы готовит более такую сложную еду, что ли, поэтому он, как правило, готовит по праздникам, ну, если я, допустим, не успеваю, то с легкостью, в принципе, можно приготовить. И что касается национальных любимых блюд, то Чамару любимое русское блюдо, любимое русское блюдо это пельмени, он очень любит пельмени, и он очень любит наши котлеты. Что касается меня, то, в принципе, в перуанской еде мне нравится все, вот, правда, еще мир об этой кухне не знает, но я не побоюсь такого высказывания, такого восклицания, что перуанская кухня это самая вкусная кухня мира, просто еще, к сожалению, не весь мир об этом знает, но я уверена, что когда-нибудь об этом узнают. Скорее всего, вы смотрите это видео в России или в русскоговорящих странах, и, возможно, вы пойдете в перуанский ресторан, я была в Москве в перуанский ресторан, это абсолютно все не то, вот, ну, во всяком случае, мне не повезло, вот, и еда была совсем другая, чем я привыкла ожидать. Конечно, самое лучшее, это приехать в Перу и попробовать перуанскую еду, ну, просто пальчики облежу, ну, реально, ну, даже не буду называть, потому что реально все, нет ни одного блюда, которое мне в перуанском еде не нравится, нет, такой не существует. Следующий вопрос, наверное, немного возвращаясь назад, Оля, как вы поняли, что он тот самый? Как решились на такие американские горки? Уверенная вся родня отговаривала его и вас. В общем, как это было? С какими трудностями столкнулись? Были тяжело перестроиться с русских традициями, перуанские? Как нашли выходить ситуацию? Построили свой рай со своими традициями и устроими? Ну, достаточно тоже такой обильный вопрос, постараюсь частично ответить на него. Что касается, как вы поняли, что это тот самый? Но я не знаю, тут опять-таки романтика подключается полным ходом. Я просто не сомневалась. И вот, знаете, у меня не было никогда сомнений, что... Я даже не думала, что вот сейчас это мой муж, я его встретила. Знаете, бывает, ой, там... Допустим, мои родители, они когда познакомились, они с первого взгляда знали, что это муж и жена, да, мы будем... У меня не было такого чувства, что когда я познакомилась с Чамаром, все, он будет моим мужем, нет. Но когда мы начали с ним ближе знакомиться, я просто... Ну, я обалдела от того, насколько мы похожи, насколько у нас родственные души, как нам просто легко вместе, как насколько мы друга понимаем, насколько наше мировоззрение совпадает. Я, на самом деле, даже поверить не могла, что люди могут настолько друг друга понимать. И Чамару, как сейчас выясняется, то есть у него были абсолютно такие же чувства, что он не мог поверить, что... Такое бывает, что люди встречаются, и вот просто происходит такой вот, знаете, как клик, как такой вот пазл собрался, вот. Ну, вот нам очень повезло, я безумно благодарна вселенной, Богу, в общем, называйте, как хотите, но то, что у нас есть, я безумно благодарна. Следующая часть вопроса, как решились на такие американские горки, ну, соответственно, когда я была уверена, у меня не было вопросов, нужны ли мне такие американские горки или нет. Я, конечно, не до конца понимала, на какую авантюру я иду, но я думаю, что мне молодой возраст очень помог, моя просто по своей сути чувство авантюризма мне помогло. И еще одна часть вопроса этого же, с какими трудностями столкнулись, было тяжело перестроиться на русские традиции, на перуанские. Как нашли выстроить? Ну, мы, надо сказать, не перестраивались ни на одну культуру, у нас нет такого, что мы выстроим, мы только у нас у перуанская жизнь или русская. У нас, слава богу, получается комбинировать. Вот, например, в этом году Новый год мы отпраздновали в перуанской компании, с перуанцами, соответственно, то в следующем году я заявила мужу, что следующий год будет по-русски. То есть, да, по-разному отличается, сейчас не будут входить какие-то детали, как мы отмечаем Новый год. Но, то есть, мы стараемся договориться. Следующий вопрос. Что говорят его родители по поводу ваших отношений? Были ли они против? Ну, ни мои, ни его родители абсолютно не против. Что касается моих родителей, им очень помог факт того, что Чамаро в первый же год нашего, так сказать, не то, что знакомства, но как мы начали быть вместе, он прилетел в Сибирь зимой. И этим самым, я думаю, что он доказал папе о своих серьезных намерениях. И это, конечно же, как любому отцу, я думаю, что моему папе это очень сильно, ну, понравилось, вот, такой поступок. И перед этим, что, мне кажется, было очень подручно для нас, мои родители летали в Венесуэлу отдыхать, и там они увидели очень много Венесуэлорусских семей, как это сказать, ну, в общем, вы меня поняли, с Венесуэлой и русские. Вот, и мне кажется, эти примеры их воодушевили, семьи были очень благополучные, красивые дети, и, в общем, как-то так они все путешествовали, и, в общем, мне кажется, это, так скажем, это путешествие моих родителей подготовило к приезду Чамару. А что касается родителей Чамару, то мама его уже, наверное, года 2000-го живет в США, поэтому большое количество постоянно иностранцев она видит здесь, поэтому тот факт, что он встретил русскую, в принципе, я не думаю, что ее это сильно удивило, потому что братья Чамару женаты и на американках, и венгерках, и перуанках, аргентинках, то есть, в принципе, у нас такая интернациональная семья, и мама, когда, я думаю, привозила своих, ну, уже провозила, но давала возможность своим детям приехать в США, она прекрасно понимала, что большая, высокая вероятность того, что ее сыновья могут найти себе не перуанку. Как его родители относятся к Александре, не влияет ли расовое расхождение на их отношение к внучке? Ну, абсолютно нет, конечно же, они очень рады, довольны тем, что они имеют, их внучка их всегда радует, поэтому какие-то вот отношения, что она там наполовину русская, мне кажется, это наоборот такое добавляет для них эта изюминка, также и мои родители считают, что Александра не то, что факт, что она не на 100% русская, это добавляет какой-то вот такой вот, ну, наоборот, такую вот изюминку. Следующий вопрос, есть ли у вас в планах переехать в Россию или в Перу? Ну, мне кажется, я уже неоднократно говорила, да, мы рассматриваем вариант переезда в Перу, просто потому что мой муж вырос в Перу, и, как сказать, становление, как я уже говорила, его личности было именно в этой стране, он обожает Перу, он обожает свою страну, просто нам нужно немножко подготовиться к этому переезду. Есть некоторые вещи, которые мы еще не закончили здесь, поэтому как только мы будем готовы, я думаю, что мы во всяком случае попробуем. Следующий вопрос интересный, а как вы научились вообще, научились ли понимать шутки друг друга? Ведь иностранцы не могут понять всех тонкостей наших шуток, а мы их них, и вообще не только шуток. Очень интересно узнать, как это у вас. Да, я считаю, что чувство юмора это очень-очень-очень важно в отношениях, ну, как бы одна из вот первых трех качеств, мне кажется, которые вот в вас должны совпадать. Мы как-то друг друга начали понимать сразу, как и в характере, то есть, когда, мне кажется, вот у тебя одно и то же мировоззрение, когда у тебя одно и то же понимание мира, темпераменты подходят друг к другу, то в таком случае, мне кажется, юмор это часть вашей жизни, часть себя, поэтому, в принципе, если вы совпадаете в этом, да, в этих аспектах, то, безусловно, мне кажется, вы должны друг друга понять, и что касается юмора. Да, бывают шутки, которые вовлекают в себя какие-то культурные, какое-то культурное предусловие, тогда в таком случае эта шутка немножко смывается. Тут я, конечно, не могу лукавить, не могу уйти от правды. А, бывает такое, что хочется сказать эту шутку быстро, чтобы это было смешно, и похихикали, и забыли. Когда ты делаешь как бы предрассказ такую, предусловие к шутке, то, конечно, шутка в какой-то степени уже затирается. Но тоже это важно, чтобы на будущее ты знала, и жизнь длитная, шуток будет много. А мне интересно, есть ли какие-то обязанности, которые муж считает, должна выполнять только женщина, например, готовка или глажка, или мытье посуды, или, в принципе, может сделать все, если есть время, а жена занята или устала. Мы недавно совсем обсуждали тоже с Чамару этот вопрос. Чамару, допустим, считает, что воспитание детей в какой-то степени это больше женское дело, в чем я с ним абсолютно согласна. Это не говорит о том, что он не занимается ребенком, абсолютно. Но если мы выбираем, кто будет иметь такую лидирующую позицию, не то что воспитание, но проводить как можно больше в уходе, воспитании, то есть кто, мужчина или женщина, мама или папа, то он говорит, ну я уверен, что лучше, чем мама, это не может никто не сделать, просто потому что мы изначально по природе так сделаны, и я с ним полностью согласна. Конечно, он мне помогает, когда я ухожу на работу, а он остается с Александрой, то есть там 3-5 часов он наедине с ней, они ходят гулять, занимаются здесь, то есть, ну, все что угодно. Он ее кормит, спать укладывает, вот, то есть он, безусловно, помогает мне. Что касается домашних дел, то, как я уже говорила, что-то я же запыхалась вам рассказывать, как я уже говорила, Чамару готовит дома, вот, иногда, что касается глажки, мы здесь не гладим в Америке у нас, белье стираем, сразу складем сушки, после сушки гладить не надо, слава богу, прогладить я терпеть не могу, и Чамару бы это точно не сделал. Что касается мытье посуды, тут мне тоже помогает, ну, в принципе, мне кажется, что мой муж, он достаточно такой, как, flexible, то есть он гибкий в этом плане, с ним можно договориться, да, он не с большой инициативой будет там что-то мыть, ну, мыть, кстати, он вообще, наверное, пожалуй, с уборкой, он мне не будет помогать, но вот какой-то там еще посуды, к примеру, там, готовка, да, то есть у него есть какие-то свои, за что он ответственен в доме, есть конкретные вещи, есть конкретные, которые ответственны на я, но мы, в принципе, оба друг другу можем помочь. Следующий вопрос, про язык, интересно, вы испанский учили ли него специально? Нет, испанский я учила не специально, я еще со школ, со старших классов заинтересовалась этим языком, потому что мне просто нравилось, как он звучит. Да, я рассматривала такой вариант, чтобы учиться на англо-испанском, но, к сожалению, не в университете, в котором я училась, на бесплатном отделении у меня не было возможности такого языка, и, во-вторых, просто я помню, что моя учительница русского языка, которая говорила по-испански тоже, она мне сказала, что, Оля, нет абсолютно надобности учить испанский в университете, потому что язык достаточно легкий, и ты справишься с ним сама. Так и получилось, испанский, я со своим, когда начала ездить сюда по work and travel, я работала в мексиканском ресторане, то есть я постоянно слышала испанскую речь, и когда у тебя есть желание, ты хочешь, ты прислушиваешься к языку, еще плюс у тебя есть какие-то, мне кажется, надеюсь на это, что есть какие-то способности, да, что ты быстро улавливаешь, быстро это все употребляешь, тогда в таком случае у тебя это получается все достаточно быстро. Безусловно, то, что я жила в этом языке, слышала, постоянно язык кружился вокруг меня, и у меня была мотивация его выучить, она мне очень сильно помогла, и вот уже с, наверное, немножко, начиная с беременности, немножко до беременности, то есть уже года два как, мы с Чаймару разговариваем на испанском дома. Конечно, потом изучение испанского языка у меня приобрело большую мотивацию, потому что я понимала, что рано или поздно нам нужно оставить английский язык, так как это является неродным для нас обоих, вот, и мне хотелось, чтобы хотя бы один из нас изъяснялся на родном языке, чтобы это было, ну, мне кажется, это просто логично, чтобы мы друг друга могли проконсультировать, так мы общаемся оба на то, что ломаном английском, но не таком глубоком, как бы это было бы на родном языке. Следующий вопрос. Поднимает ли ваш муж значимость всех русских праздников, а главное 9 мая? Ну, не знаю насчет всех русских праздников, но таких больших, как 9 мая, я думаю, что однозначно понимает, потому что я каждый год принимаю участие здесь, в Нью-Йорке, в вечном, в парад, как это сказать, парад, в шествии, в вечный полк, то есть, безусловно, он знает, что для меня это очень важный день, он видит те фотографии, он знает те истории, он знает, что я буду смотреть фильмы какие-то исторические в этот день, он знает про историю, я ему, безусловно, об этом рассказывала, он смотрел со мной вместе фильмы, то есть, он понимает значимость для меня этого дня. Какие-то другие праздники, ну, пожалуй, нет, ну, в принципе, он знает все, Рождество знает, что в другой день, он знает, что Пасха у меня в другой день, ну, бывает. Ну, я, честно сказать, праздную две Пасхи, два Рождества, но почему бы нет? Мне кажется, это прекрасно, что в нашем жизни, на самом деле, количество праздников утроилось, то есть, мы празднуем все русские праздники, мы празднуем все перуанские праздники и еще и американские заодно. Ну, мы же все-таки живем в этой стране, и здесь просто есть красные дни календаря, которые, как бы, нужно быть дураком, чтобы это не использовать. Вот, поэтому, мне кажется, у нас вообще не жизнь, а праздник. Оля, расскажите, пожалуйста, как вы договорились с мужем, каким будет первый язык доченьки, с какого возраста планируете серьезно обучать испанскому английскому? Ну, испанский она уже серьезно изучает, вот, а я не говорю, что русский это ее первый будет язык. То есть, на сегодняшний день, так как я провожу максимальное количество с ней времени, она не ходит в детский сад, о ней заботюсь постоянно. Я, понятно, что русский она слышит больше, но также мы ходим, ездим постоянно на вечеринки, какие-то встречи с семьей Чамар, где они разговаривают на испанском, на английском. Она все-таки, она слышит его на улице, на площадке, на уроках музыки. Вот, она пока что еще ходит на англоговорящий, что вскоре, я думаю, что мы прекратим это делать. Но пока так. Вот, поэтому, в принципе, у нас не было вопроса, какой язык вот сейчас учить. Сейчас, я думаю, что одинаково идут русский и испанский, вот. Ну, русский немножко, слегка больше. Сейчас, чем мы же полностью согласны, потому что уверены, что она будет говорить по-испански. То есть, мы оба беспокоимся только за свои языки. То есть, если она будет говорить нашим языкам, мы спокойны. Английский она потом уже сама как-нибудь догонит. Точнее, ну, не сама, мы, конечно, поможем. Но это такое, это перспектива на 4-5 лет вперед, пока мы об этом не задумываемся. Кстати, эти вопросы я недавно обсуждала на своем инстаграме, поэтому, если вы не подписаны, обязательно подписывайтесь. И, да, будем вместе, будем задавать вопросы, обсуждать. Ну, и давайте уже последний вопрос. Правда ли, что латинские парни много гуляют и не готовы на серьезные отношения? Понимаю, что все зависит от человека и национальность ни при чем, но по друзьям заметила такую тенденцию. Ну, мне кажется, что это правда. Я не буду лукавить. Латиноамериканские мужчины, они достаточно, так скажем, пылкие, жаркие, что касается своего темперамента, что касается желания посмотреть мир, если это может быть выразиться так. Вот, то я не знаю, мне кажется, это тоже зависит от их культуры, именно в плане от их климата. Мне кажется, во всех жарких странах как-то это более, что ли. Хотя, конечно, и в России это все есть, но просто если сравнивать, хотя мне не с чем сравнить, ну, я просто могу сравнить знакомых-знакомых, да, там, у меня не было русского мужа, поэтому я не могу сказать. Вот, но что касается... Мне кажется, да, латиноамериканским мужчинам однозначно нужно погулять, им однозначно нужно прийти к тому, что они сами поняли, что нужно вот сейчас пришло время остепениться. Одна раз сказала, что мой муж гулял достаточно долго, и я вот безумно благодарна, что я благодарна всего тому его прошлому, которое у него есть за пазухой, что он... мне как бы его сделали вот готовеньким для того, чтобы он женился и спокойно вел свою семейную жизнь. Огромное спасибо за то, что вот ты посмотрела это видео, и думаю, что оно получилось слегка длинноватым, но все же думаю, что интересно. Огромное спасибо! Целую тебя, и пока-пока!